Эти кадры наша съемочная группа снимала на этой неделе. Те, кто в это время находился в центре оформления субсидий, говорили, сейчас ничего. А вот в декабре было не протолкнуться. Впрочем, жалобы на бесконечную очередь звучали и в наступившем году. Слобожане недоумевали, почему для того, чтобы оформить субсидию на оплату коммунальных услуг и жилья, приходится не по одному часу стоять в очереди. Ведь раньше было все гораздо проще. В связи с переходом управления соцзащиты на новый программный продукт изменилось требование к порядку предоставления документов. Если ранее это все производилось в электронном варианте, то с 1 января требовалось предоставление платежных документов, подтверждающих оплату услуг за 6 месяцев перед месяцем обращения. Ажиотаж возник в конце декабря по этой причине. В январе месяце это было связано с новогодними праздниками. Глобальных очередей вряд ли можно увидеть в каких-либо других муниципальных образованиях Кировской области. Всего получателей субсидий на вятке 28 тысяч. 8 тысяч из них в Слободском. Для сравнения, в самом Кирове право на получение субсидий имеет лишь 5 тысяч человек. Впрочем, и это еще не все. Что еще хочу сказать? Почему возник ажиотаж такой? Потому что квитанции поставщиками услуг доставляются с нарушением жилищного кодекса. Поставщик услуг должен предоставить квитанцию о начислениях для оплаты услуг до 1 числа следующего за месяцем оплаты месяца. Что порекомендовать получателям? Лучше приходить во второй половине месяца, когда на руках имеются все платежные документы. То есть с 16 по 31 число месяца. Ранее с 16 по 21 число каждого месяца приема граждан не было. В настоящее время этот прием производится. Потому что в первой половине месяца нужно будет предоставить квитанцию за предыдущий месяц. Квитанции эти также будут разносить, скорее всего, после 10 числа. То есть у человека будет возможность обратиться только в течение 5 дней. Поэтому снова будет такой наплыв населения. Если с 1 по 10 число будет пусто, то с 10 по 15 число будет снова так много народа. От 30 минут до полутора часов. Все зависит от состава семьи, обратившегося за оформлением субсидий. Уходит на прием одного человека. В день один специалист принимает от 7 до 14 слабожан. Непосредственно на приеме населения работает 9 специалистов. В часы пик все 15 сотрудников отдела. Я думаю, это все нормализуется. Причина-то в том, что просто людям непонятно, никогда не приносили квитанции. Они суетятся. Сейчас они будут хранить эти квитанции. Не будут их выбрасывать, поэтому проблемы такой не будет. Я считаю, что это нормализуется. Вот это связано с новогодними праздниками.